What's up, друзья? С вами Лос-Анджелес на связи. Меня зовут Акоп. Если вы впервые на канале, я работаю риэлтором в ЛЭ. И в Штаты я переехал 5,5 лет назад с 2,5 тысячами долларов в кармане. Сегодня я хочу вам показать первые 4 дома, которые я продал на старте своей карьеры, около 3 лет назад. Также я расскажу вам конкретно за сколько я продал каждый дом, какую сумму заработал я комиссионных. И самое интересное, сколько же эти дома стоят сейчас, спустя всего лишь 3 года. Также в конце видеоролика я вам расскажу, почему недвижимость в Лос-Анджелесе настолько привлекательна для тысячи инвесторов и покупателей со всех точек мира. Заранее благодарю вам за подписку и лайк. А мы начинаем. Вот мы подъехали, друзья, к самому первому дому, который я продал. Адрес 10532 Mary Avenue или 10532 Mary Avenue на русском. Адрес будет также в комментариях, если вам интересно. Что могу сказать о районе? Это один из самых криминальных районов Лос-Анджелеса, также один из самых старых. Здесь в основном живут афроамериканцы. Очень низкий уровень дохода. Но, несмотря на это, дома здесь пользуются огромным спросом. Конкретно этот, который я сейчас вам покажу, я продал всего лишь за 4 дня. И у меня на руках было 11 предложений от разных покупателей. Вы можете себе только это представить. Дом, кстати, не совсем большой. Там около 1000 square feet. То есть это приблизительно 90 квадратных метров. И дом стоит на участке в площадью где-то 400 квадратных метров. То есть такой небольшой, компактный. Но подобного рода дома пользуются очень большим спросом в этом районе. Потому что семьи не очень большие. По двое, по трое детей. И этой площади им хватает. Сейчас я проеду мимо этого дома. Я, честно говоря, не хочу ходить по улице с камерой. Район не очень благополучный. Я просто проеду мимо него. И вы посмотрите, как он выглядит. Вот этот красавец, друзья. Тут три спальни, одна ванная комната. Ничего практически не изменилось за три года. Я уверен, внутри так же. Сейчас я выложу фотографии, чтобы вы видели, как все выглядело внутри. Из преимуществ, ребята, этого дома можно выделить то, что сзади у него во дворе была пристройка в виде гаража, которую предыдущий хозяин легально со всеми разрешениями переделал на жилую площадь. То есть они переконвертировали его в так называемый ADU, это Additional Dwelling Unit. То есть как жилая пристройка, либо еще называют здесь как бабушкин дом. Из недостатков этого дома можно назвать, во-первых, это само собой разумеется район. Во-вторых, это то, что прямо сзади находится жилье для малоимущих. Это такие небольшие бараки, где люди платят копейки за свое жилье. Поэтому можете сами представить, какая там неорганизованность, преступность и, возможно, даже торговля наркотиками. Теперь, друзья, самое интересное, это деньги и цифры. Во-первых, как я получил этого клиента на втором году жизни в США? Все очень достаточно просто. У риелторов есть база домов, которые были до этого на продаже и по какой-то причине не продались. И я решил просто объехать все эти дома в этом районе, потому что это был старт моей карьеры. И я подумал, что у меня больше шансов получить клиента в таком, скажем, неблагополучном районе, потому что у них требования к брокерам не очень-то высокие. Так вот, я сюда приехал в ноябре 2016 года, поговорил с мужем хозяйки. Он сказал, что хозяйка находится в больнице, будет дома через месяц, позвони тогда и можешь поговорить с ней, выяснить, собирается она продавать или нет. Вот я звоню через месяц, она берет трубку и говорит, да, я хочу продать дом, приезжай и скажи, сколько ты думаешь он стоит, и как вы можете его продать, и обсудим заодно условия комиссии. Это был седьмой месяц моей карьеры, первый дом. То есть вы можете себе представить, 7 месяцев я звонил, ходил к разным людям без толку, ноль заработанных денег, и тут наконец-то мне подфартило после стольких отказов. Я приезжаю, она говорит, да, окей, меня все устраивает. И мы в итоге выставили этот дом на продажу за 295 тысяч долларов. В течение 4 дней у меня было 11 предложений на руках от разных покупателей, и мы в итоге продали за 335 тысяч долларов. То есть изначально до меня хозяин пытался продать другим агентам безуспешно по каким-то причинам за 280 тысяч долларов. И буквально через несколько месяцев прихожу я, и мы получаем 55 тысяч долларов больше, чем она вообще даже ожидала. Это был просто шок для нее, она была несказанно рада. С этой сделки я заработал чистыми 2%, потому что пол процента мне нужно отдать брокеру, под которым я работаю, за различного рода юридическую поддержку, за оплату моей страховки и прочее. То есть чистыми я заработал 2% от суммы продажи. То есть на тот момент комиссия моя составила 6700 долларов США за эту сделку. То есть можете себе представить, насколько я был счастлив. 6700 долларов мне удавалось заработать за 3 месяца работы ежедневно по 9 часов, а тут за буквально неделю мне удалось заработать такую гигантскую на тот момент для меня сумму. Сколько же стоит этот дом на данный момент? Вы будете, ребята, просто в шоке. Всего лишь за 3 года, когда человек купил его в январе 2017-го за 335 тысяч долларов. Сейчас, по моим самым скромным подсчетам, этот дом можно легко продать за минимум 400-410 тысяч. То есть за 3 года подорожал практически на 25%, что просто неимоверно для любого рынка недвижимости, практически любой точки мира. Я думаю, это связано больше с тем, что здесь очень низкое inventory в этом районе, то есть количество домов на продаже. Спрос огромный, так как точка входа в рынок очень низкая. Здесь дома очень доступны по 300-400 тысяч, что очень низко для Лос-Анджелеса. А количество доступных домов очень низкое. То есть спрос превышает предложение здесь просто в разы. Поэтому как только человек выставляет даже в ужасном состоянии дом на продажу, скажем, за 280-300 тысяч, из-за того, что происходит эффект аукциона, то есть один покупатель предлагает 300, а второй говорит, нет, я могу 310. И таким образом удается продать дом за 330-340 тысяч долларов. Здесь, конечно, важно еще иметь хорошего агента, риэлтора, который будет представлять лучшие интересы продавца, консультировать, делать отличный маркетинг и всегда быть доступным, чтобы делать показы для потенциальных покупателей. Мне очень интересно, друзья, услышать ваше мнение о первом доме. Делитесь, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайк, если нравится данное видео. А мы с вами едем ко второму дому, который я продал. Он в более благополучном районе и сам дом выглядит немного красивее. Поехали! Вот мы и приехали, друзья, район Хантингтон Парк. Дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, чуть больше, 140 квадратных метров жилой площади. Территория, на которой стоит дом, занимает примерно 450 квадратных метров. Пойдемте сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот, ребята, этот дом, который я продал 3 года назад, очень красиво выглядит. Как вы можете видеть, один из самых красивых на этой улице. Так вот, этот дом мы продали за 2 недели, за 445 тысяч долларов, при том, что она просила за него всего лишь 429. За эти 2 недели нам удалось взять где-то 3 предложения от разных покупателей. И опять же, путем аукциона мы его продали дороже, чем хотели. Вот на этой сделке в сумме 445 тысяч долларов мне удалось заработать чистыми. После уплаты всех моих издержек, страховок и прочее, около 8500 долларов США. Что было очень круто на тот момент, практически в 2 раза больше, чем моя первая комиссия. Я был супер счастлив, мотивирован работать дальше. И, кстати, я недавно сделал небольшой отчет по этому дому. И на данный момент он стоит легко 520 тысяч долларов. То есть, вы можете себе представить, всего лишь за 3 года дом подорожал на 100 тысяч долларов, то есть 20%. Вот, собственно говоря, поэтому недвижимость в Лос-Анджелесе пользуется таким огромным спросом. Здесь, кстати, причина точно такая же, как и в предыдущем районе. Огромный спрос, несмотря на то, что район не очень благополучный. А предложений на рынке очень мало. Кстати, у моей клиентши была достаточно нестандартная причина продавать дом. Ей дело в том, что надоело жить в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что ей всего было 28 лет, если не ошибаюсь, на тот момент. И ей надоело, что здесь все так дорого, и нужно очень много работать. Нет свободного времени на ребенка, который у нее совсем недавно родился. И она просто переехала жить в Колумбию, собственно говоря, откуда она и была родом. Так что, дорогие мои подписчики, бывали такие истории, когда Америка оказывается не по зубам, и не все измеряется в деньгах. Хочется просто провести свободное время со своим ребенком и семьей. Сейчас мы направляемся к третьему дому, который я продал, тоже около трех лет назад. Одна из самых интересных сделок, которая когда-либо была в моей жизни. Оставайтесь на канале, дальше будет интересно. Вот мы и приехали к третьему дому, точнее к тому, что от него осталось. Я так и думал, что так и произойдет. Дело в том, что этот дом был зонингом R2. R2 обозначает, что вы можете построить две жилые единицы, то есть два дома на одной территории. А раньше там был один дом в ужасном состоянии. Фотографии, которые я вам сейчас покажу, собственно говоря, то, что я и продал. А сейчас я приехал и увидел вот это. Вот, собственно, что и осталось. Дома, который я продал. Адрес 3741, Делтон Эвеню. Это была самая быстрая сделка в моей карьере. Клиент заплатил наличкой всю сумму буквально за 5 дней. Мы закрыли сделку. И судя по тому, что я вижу, они будут строить дюплекс, то есть два юнита. И, скорее всего, сдавать его в аренду, потому что здесь очень много студентов живет. Кстати, вот территория, которую я вам показывал. На нем раньше стоял дом, который я продал. И буквально через дорогу мы видим уже готовый дюплекс. Здесь два юнита. В каждом из них, скорее всего, по три квартиры. Вот первый юнит, сзади второй юнит. И их будут, скорее всего, сдавать полкомнатно студентам, которые учатся рядом в университете. То, как я нашел этого клиента, друзья, это вообще отдельная история. Я обзвонил практически каждый дом в этом районе через базы риэлторские. Обошел практически каждого из них. Раздал свой флайер. И эта девушка позвонила мне спустя, наверное, полгода. И сказала, что хочет продать и переехать. Так как дом был практически в непригодном состоянии. Я, когда сейчас прикреплю фотографии, вы можете даже видеть, что у него крыша немножко прогинается. Потому что чердак был переконвертирован нелегально в жилую площадь. Там было застарено кроватями, тумбами. И потолок начал провисать. Там было действительно опасно для жизни. И новый покупатель просто снес дом и начал строить дюплекс в 100% для сдачи в аренду, скорее всего, студентам. Сколько же я заработал из этой сделки? Изначально продавец планировал получить за этот дом 590 тысяч долларов. За буквально 3 дня у меня было на руках уже 4 предложения. Благодаря тому, что мы сделали отличный маркетинг, я обзвонил всех потенциальных инвесторов. И мы его продали за 600 тысяч долларов. Вся сумма была оплачена наличкой, не было кредита. Поэтому мы закрыли сделку буквально в течение одной недели. Так как отсутствие банка существенно ускоряет процесс закрытия транзакции. И на 600 тысячной сделке я заработал чистыми 12 тысяч долларов. Опять же, после уплаты всех своих издержек продавец был счастлив. Она наконец-то получила свои деньги, выплатила ипотеку и переехала жить в соседний город. Со стороны может показаться, что это достаточно легкие деньги. Но, поверьте, очень сложно обзвонить 500 человек, из которых 499 вас, грубо говоря, отшивают. И если вы пойдете стучать им дверь в выходные, вы можете ожидать примерно такой же реакции. Поэтому, для того, чтобы получить даже одного такого небольшого клиента, 600 тысяч долларов, это небольшая транзакция по меркам Элея, нужно действительно очень много попотеть. А мы с вами, друзья, сейчас поедем к четвертому объекту недвижимости, который я продал. Это будет не дом, а квартира в самом центре Голливуда. И вы узнаете, что там можно купить за чуть меньше полмиллиона долларов. Поехали! Итак, мы с вами в самом сердце Голливуда. Вот это здание, которое вы видите сзади меня. Там находится квартира, которую я продал. Сейчас я выйду из машины, подойду поближе. А перед этим я хочу вам сказать немного про район. Здесь, кстати, очень хорошо было бы для тех, кто совсем недавно приехал в США. Здесь очень много русскоговорящих. Настолько много, что даже на сайте официальном Голливуда есть вкладка «Русский язык». Здесь также очень много русскоязычных магазинов, баров, ресторанов. Поэтому вам будет достаточно легко поначалу найти работу и, соответственно, жилье. Так вот, само здание. Внизу у нас сразу магазин за углом, что очень удобно. А сверху каньон, где можно делать хайкинг. То есть бегать по холмам, грубо говоря, и заниматься спортом. Дом перекрасили за три года. Он достаточно старый. С 61-го года постройки. Подобного рода жилье не очень пользуется большим способом в Лос-Анджелесе, несмотря на место расположения. Все дело в том, что дом достаточно старый. Его нужно постоянно ремонтировать. Внутри нужно менять ковры, плитки и постоянно чистить бассейн. Квартира находилась на втором этаже с внутренней стороны здания. Там был один бедром, то есть одна спальня и одна ванная комната. Состояние было не очень хорошее, потому что там хозяин практически никогда не жил. И покупатель приобретал данную недвижимость чисто с целью сдать в аренду, отремонтировать и получать от этого какую-то выгоду в размере 3000 долларов аренды в месяц. Что касается денег и цифр, тут все очень можно легко посчитать. Я продал ее за 410 тысяч долларов, заработал примерно 8 тысяч чистыми комиссии. Покупатель вложил, скорее всего, еще тысяч... Сейчас проедет машина. Еще тысяч 30 на ремонт. В итоге она ему обошлась в 1440. И сейчас ее сдают за 3000 долларов. Я считаю, что это достаточно неплохой возврат денег. Но не стоит ожидать, что эта квартира будет сильно дорожать, потому что сам дом очень старый и нуждается в большом капитальном ремонте. Кстати, эту квартиру пытались продать несколько раз до меня. Даже за 390, за 395 тысяч не могли это сделать. И хозяйка была уже настолько разочарована во всех риэлторах, что решила сама продавать. Пока я ее не уговорил дать мне шанс хотя бы месяц-два поработать и попытаться найти ей хорошее предложение, что я, собственно говоря, и сделал. В итоге мы продали эту квартиру за 410 тысяч долларов. Сейчас она стоит, я думаю, в лучшем случае 460-465 тысяч. Собственно говоря, я и был прав. Квартиры, особенно в этом районе, в большинстве своем, достаточно старые и не пользуются таким большим спросом. Ну и вот, друзья, после того, как мы посмотрели на все 4 объекта недвижимости, которые я продал в начале своей карьеры, я думаю, вы сделали вывод, что цены ВЛА действительно растут быстро и стремительно. И на это я выделю основные две причины. Первая – это исторически низкое инвентарий, то есть количество домов на продаже в Лос-Анджелесе, особенно за последние 10 лет, находится на рекордно низком уровне. Чтобы вы понимали, например, в районе, где, скажем, 1000 домов, на продаже может быть всего лишь 5, а то и 10. Это крайне мало. И вторая причина дикого роста цен – это то, что проценты по ипотеке последние, особенно, 5 лет находятся на исторически низком уровне, а именно в районе 3-3,5% годовых. В Америке это называется fixed rate, то есть вы берете кредит, скажем, на 30 лет по 3% годовых, и банк не имеет права повышать либо изменять процентную ставку на протяжении всего периода кредита, то есть 30 лет. Фактически вы берете бесплатно деньги, этим пользуются очень много покупателей, но потом они сталкиваются с проблемой, что как такого жилья на рынке нет, и вследствие чего мы видим ситуации, когда даже в очень плохом состоянии дом получает 10-11 предложений от разных покупателей буквально в течение недели, и в итоге он продается за существенно дороже, чем продавец изначально планировал получить. В моих следующих видеороликах я планирую вам более детально рассказать о процессе покупки недвижимости в Лос-Анджелесе, даже если у вас на руках только туристическая виза. Также мы с вами будем делать обзоры на многомиллионные дома и квартиры сразу же после карантина, поэтому подписываемся на канал, ставьте лайк, если понравился данный видеоролик, делитесь вашим мнением в комментариях, мы с вами совсем скоро увидимся, а вам и вашим близким я желаю самого главного, это здоровья, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!